На 100 миллионов рублей увеличатся расходы на социальную поддержку жителей округа. Глава региона подписал ряд важных социальных законов. Поддержка бизнеса и оленеводства, Минэкономразвитие и Минсельхоз России подпишут соглашение с Ниневским округом. Из севера в теплые края порядка 30 миллионов рублей получит округ на переезд жителей Крайнего Севера. Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить реальный рост доходов и зарплат россиян, отметив, что период рецессии пройден. По ряду отраслей, в том числе в промышленности и сельском хозяйстве, наблюдается рост. Сейчас стоит задача обеспечивать его долгосрочный устойчивый характер и в целом вывести экономику на позитивную траекторию, при этом обеспечить рост реальных доходов граждан. На социальную поддержку жителей Нинецкого округа в региональной казне на 2018 год было предусмотрено 2 миллиарда 32 миллиона рублей. Но благодаря подписанному сегодня главой региона Александром Цибульским пакету социально ориентированных законов, расходы на соцподдержку увеличатся еще на 100 миллионов. Так, 100% больничный будет восстановлен для жителей Нинецкого округа с 1 февраля. Напомню, до принятия данного закона доплата к пособию по временной нетрудоспособности из окружного бюджета выплачивалась за весь период нетрудоспособности в размере 50%. На 20,8% проиндексированы детские пособия для многодетных. Их размер составит 1300 рублей. Этим же законом проиндексированы на 4% дополнительные меры соцподдержки бывших работников Наринмарского городского рыбкопа и общепита Нинецкого окружного рыболовецкого кооператива. Напомню, также на 4% в конце 2017 года были увеличены окружные пенсионные доплаты для всех пенсионеров округа. Подписанный закон об индексации выплат для многодетных семей и пенсионеров распространяет свое действие на январь 2018 года. То есть январские выплаты в повышенном размере будут перечислены жителям в феврале. Подписанный сегодня Александром Цибульским пакет законов предусматривает поддержку и жителей сел. Ежегодно в первом квартале года компенсация за коммунальные услуги для специалистов окружных сел будет повышенной. Ее стандартный размер будет умножен на коэффициент 1,8. В 2017 году аналогичное решение было принято на первый квартал 2017 года сроком на один год. С 2018 года социальная мера станет бессрочной. Закон также будет распространять свое действие с 1 января 2018 года. Минэкономразвитие и администрация округа подпишут соглашение о финансировании мероприятий по поддержке предпринимательства в регионе. Проект документа был одобрен сегодня в ходе заседания высшего исполнительного органа власти Неницкого округа. Глава региона и руководство министерства подпишут документ в ближайшее время. В рамках соглашения Неницкий округ получит в 2018-2020 годах федеральные средства для финансирования мероприятий в области развития малого и среднего предпринимательства. В текущем году на эти цели округ получит порядка 19,5 миллионов рублей. Такая крупная сумма на софинансирование господдержки бизнеса выделяется региону впервые. В 2016 году округ получил на профильные мероприятия 3 миллиона рублей. В 2017 году 600 тысяч рублей. В частности, средства будут направлены на создание Центра поддержки предпринимательства и МФЦ для бизнеса, создание Центра каластрового развития, содействие развития молодежного предпринимательства. В целом на поддержку бизнеса в текущем году в Неницком округе предусмотрено порядка 62,5 миллионов рублей. Это средства федерального и окружного бюджетов. Из них 9 миллионов рассчитано на грантовую поддержку стартапов, 9,5 миллионов рублей на субсидии предпринимателям, 10 миллионов рублей на микрозаймы. Еще одно соглашение будет заключено между Неницким округом и Министерством сельского хозяйства. Ранее округ уже заключил первое соглашение с Министерством сельского хозяйства, согласно которому региону на 2018 год будет предоставлена субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. На эти цели из федерального бюджета будет выделено чуть более 1 миллиона рублей. Всего на поддержку молочной отрасли в регионе планируется направить 212 миллионов рублей. Остальная часть субсидий обеспечена за счет средств окружного бюджета. Общая сумма государственной поддержки агропромышленного комплекса Неницкого округа из средств федерального бюджета в 2018 году составит свыше 36,5 миллионов рублей. Иван Никонов, Ирина Нежалова, Антон Водряков, Телеканал Север. Правительство выделяет более 29,5 миллионов рублей на переезд жителей Неницкого округа с севера. Распоряжение правительства о графике выпуска и распределения в 2018 году государственных жилищных сертификатов подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Как говорится в сопроводительном письме к распоряжению, в рамках госпрограммы обеспечения доступным и комфортным жильем коммунальными услугами граждан России, в текущем году планируется выдать 7273 государственных жилищных сертификата на общую сумму почти 15 миллиардов рублей. На долю Неницкого округа пришлось 16 сертификатов в отношении граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и переравненных к ним местностей на общую сумму более 29,5 миллионов рублей и один сертификат в отношении граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварий на производственном объединении «Маяк» и приравненных к ним лиц. Последний сертификат предназначен для улучшения жилищных условий, а не переезда за пределы региона. Количество сертификатов определено расчетным путем и может быть в течение года уточнено. Как сообщают в Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАУ, в текущем году свое желание переехать за пределы округа в рамках данной программы заявили 324 семьи. Список желающих на 2019 год формируется в настоящий момент. Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАУ принимаются заявления от граждан, участников программы, с 1 января по 1 июля. Пенсионеры получили льготу по налогу на 6 соток. По инициативе президента России Владимира Путина принят закон о включении пенсионеров в число льготников при уплате земельного налога. Воспользоваться льготой могут и жители Ненецкого округа. К категории льготников относятся герои Советского Союза, герои Российской Федерации, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий и граждане, которые пользовались правом на уменьшение налоговой базы по земельному налогу. Для получения налоговой льготы необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию с уведомлением. Напомню, в Ненецком округе срок оплаты имущественного налога перенесен с 1 декабря на 1 февраля. Также с этого года гражданам не нужно самим собирать документы и справки, подтверждающие льготу. Также изменяется порядок уведомлений налогового органа об использовании льгот по имущественным налогам. С этого года плательщик может не предоставлять налогового органа документы, подтверждающие льготу. А налоговый орган сам должен будет их запросить у соответствующих государственных органов или у соответствующих должностных лиц. При этом эти органы или должностные лица, они должны будут ответить на запрос налогового органа в течение 7 дней либо предоставить ответы невозможности до его исполнения. И после чего уже налоговый орган в течение 3 дней сообщит нового бательщика о рассмотрении его уведомлений о новой льготе. То есть принято, может на вас появится льгота или нет. За налоговый период прошлого года от жителей округа в муниципальные бюджеты поступило порядка 28 миллионов рублей. Кому помешали кнопки вызова персонала для людей с ограниченными возможностями здоровья? В Наринмаре сразу с нескольких учреждений пропали специальные кнопки, которые являются частью доступной среды для инвалидов. О реализации государственной программы Ненецкого округа «Доступная среда» шло речь на заседание постоянной комиссии окружного собрания депутатов по социальной политике. Руководитель профильного департамента Ненецкого округа Сергей Свиридов рассказал парламентариям о том, какие мероприятия в рамках госпрограммы удалось реализовать на территории региона в прошлом году. По информации окружного профильного департамента, в настоящее время в регионе проживают свыше 3000 инвалидов, в том числе 189 детей с ограниченными возможностями здоровья. Для того, чтобы они наравне со всеми могли получать доступ к любому приоритетному объекту, а также к каждой услуге в важнейшей для них сфере, была разработана государственная программа «Доступная среда» в Ненецком округе. Она рассчитана на 4 года. В прошлом году общий объем финансирования составил 24,5 миллиона рублей. За счет окружного бюджета для пустозерского дома-интерната для престарелых и инвалидов приобретены технические средства реабилитации на сумму свыше 2 миллионов рублей. В Ненецкой окружной больнице для повышения доступности услуг для инвалидов и маломобильных групп населения проведены работы по комплексному дооборудованию главного корпуса, детской поликлиники и родильного дома. В ходе обсуждения депутаты обратили внимание представителей департамента на необходимость усилить работу по обеспечению доступной среды на селе. Большинство объектов социальной инфраструктуры остаются труднодоступными для лиц с ограниченными возможностями. Полицейские Наринмара продолжают поиски неизвестных, которые умышленно сорвали сразу несколько кнопок вызова персонала для людей с ограниченными возможностями здоровья, установленных на социальных объектах. Среди подозреваемых двое подростков. Они попали в объектив одной из камер наружного видеонаблюдения. Тем временем члены Всероссийского общества инвалидов случившееся уже назвали актом вандализма. На кадрах камеры наружного видеонаблюдения задний двор центральной городской почты. Двое подростков. Один из них неспешно покуривает, подходят к крыльцу департамента финансов и экономики. Оглядываясь по сторонам, юноша пытается открыть дверь, но тщетно. После убегает за своим товарищем. При этом лиц не видно. Полицейские не исключают, вероятнее всего, именно они причастны к пропаже кнопок для людей с ограниченными возможностями здоровья. В период с 20 января по 2 февраля текущего года были повреждены неустановленными лицами три кнопки вызова для лиц с ограниченными возможностями, которые находились на административных зданиях. К совершению данного деяния могут быть причастны двое несовершеннолетних. А вот то самое крыльцо профильного ведомства. На стене осталась лишь специальная желтая табличка. Кнопку сорвали и унесли с собой. Это, конечно, не преступление века. Впрочем, по факту, инвалидам-колясочникам, да и просто пожилым людям, которым сложно передвигаться, теперь будет затруднительно попасть внутрь. А ведь на улице, как говорится, немай. Кнопка для вызова персонала пропала и ухода в департамент здравоохранения. Член Всероссийского общества инвалидов по Ненинскому округу Виталий Хабаров, в регионе он курирует вопросы создания доступной среды, считает, случившиеся не иначе, как вандализм. О чем думали те, кто это совершил. Но главный вопрос – зачем? На мой взгляд, это абсолютно печально, особенно если учитывать те учреждения, в которых эти кнопки были поломаны. Потому что ни в одном из этих учреждений, к сожалению, нет до конца адаптированной входной группы. И поэтому, раз кнопка вызова отсутствует, соответственно, отсутствует возможность оказания в мобильном порядке услуги для инвалидов. А что здесь им можно посоветовать? Наверное, чтобы направляли свою энергию в нужное русло. Кнопку вызова персонала неизвестной в буквальном смысле вырвали отсюда. Здесь Управление гражданской защиты и обеспечение пожарной безопасности. Момент правонарушения не зафиксирован. На доме отсутствуют камеры наружного наблюдения. Стражи порядка обращаются к жителям региона. Если вы стали свидетелями данных происшествий или узнали несовершеннолетних, которые попали в объектив видеокамеры, позвоните в дежурную часть управления МВД. Анонимность гарантируется. Что же касается государственной программы «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями», то она в регионе реализуется уже несколько лет. По неофициальным данным, пандусами и кнопками вызова оборудовано лишь 40% социальных учреждений. Показатель неплохой, говорят специалисты, однако многие организации продолжают игнорировать госпрограмму. Минувшим летом активисты ОНФ провели эксперимент, проинспектировали ряд объектов. Среди них пенсионный фонд. Оказалось, что без посторонней помощи инвалиду-колясочнику по пандусу не подняться, так как металлические перила установлены лишь с одной стороны. Такое сооружение не соответствует строительным нормам и правилам. Неудобной оказалась и сама лестница. В 2017 году увеличилось количество административных наказаний, связанных с употреблением алкоголя. Данные содержатся в отчете по итогам работы в прошлом году комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Как сообщается в документе из 191 протокола об административном правонарушении, по которым вынесены решения о назначении административного наказания, 130 связаны с употреблением алкоголя. Причем в 67 случаях спиртное выпивали несовершеннолетние – 55 родители. В 2016 году аналогичных протоколов было 83 и 43 соответственно. В комиссии отмечено, что проблема алкоголизации, особенно среди родителей, остается актуальной. За минувший год родителям выписывали штрафы 119 раз. 85 штрафов назначены за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, 34 – за употребление детьми алкоголя или других опасных психоактивных веществ. Кроме того, в отчете отмечен и рост алкогольных правонарушений подростками. В отношении несовершеннолетних и родителей комиссия применяет меры воспитательного воздействия. В течение 2017 года 10 семей и 7 несовершеннолетних получили статус, находящихся в социально опасном положении. Пять подростков прошли или проходят курс социальной реабилитации в социально-реабилитационных центрах Архангельской области. В течение года для молодежи организовывали профориентационные экскурсии, акцию «Здоровое поколение», деловые игры, знакомство со скаутским движением, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и другие. Молодежь Неницкого округа может принять участие во всероссийском конкурсе «Моя законотворческая инициатива». Его проводит Государственная дума и Общероссийская общественная организация «Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России. Интеграция». Конкурс учрежден во знаменовании столетия образования Государственной думы в России. Основной целью проведения конкурса является привлечение молодежи к государственному управлению посредством ее участия в законотворческой деятельности, выявлении, отбор и поддержка наиболее перспективных проектов и других значимых инициатив молодежи для подготовки законодательных инициатив. В конкурсе принимают участие представители всех субъектов Российской Федерации в возрасте до 30 лет. Конкурсная работа должна представлять собой законченное творческое исследование по одному из следующих направлений. Государственное строительство и конституционные права граждан, экономическая политика, социальная политика, образование, наука и культура, бюджетное, налоговое и финансовое законодательство, оборона и безопасность, молодежная политика, энергетическая политика, региональное законодательство. Проверить свои знания в области оленеводства такая возможность появилась у жителей и гостей окружной столицы. Впрочем, пройти онлайн-тестирование могут абсолютно все пользователи интернета. Опрос проводится на официальном сайте собрания депутатов Ненецкого округа. Пользователям интернета предлагается ответить на 15 вопросов. Все они из области оленеводства, но разные по уровню сложности. Для тех, кто хорошо знаком с культурой и бытом коренного населения Ненецкого округа, прохождение тестирования не составит большого труда. Опрос проводится на сайте sdnau.ru. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Далее смотрите прогноз погоды.